Малышево или Нижнее Малышево Село в городской черте города Воронежа с 1993 года Основано в начале 17 века у ручья Малышев-Колодесь На левом берегу реки Дон Входило в состав Воронежского уезда Гремячинского района и Хохольского района В 1625 году в Малышево существовал сторожевой пункт для оповещения жителей города Воронежа О набегах крымских татар и нагайских татар Еще в 16 веке в этих местах у ручья жил человек, возможно, рязанец, Малышев Потом он ушел, а его имя закрепилось за ручьем Ручьи и небольшие речки тогда называли колодезями Малышев-Колодесь упоминается в документе 1586 года В начале 17 века здесь появилось селение, которое получило имя по колодезю, Малышево Оно упоминается в дозорной книге 1615 года В 1670 году жители села Малышево участвовали в сооружении башни Затинной И части городовой стены в крепости Воронеж Деревянная церковь в селе Малышеве появилась в начале 18 века В селе жили государственные, бывшие однодворцы и помещичьи-крестьяне Тщанием прихожан в 1801 году в селе была возведена каменная церковь В честь Рождества Христова с пределами в трапезной во имя Дмитрия Ростовского И иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости Село Малышево находится на левой луговой стороне реки Дон В XIX веке жители села, имевшие обширные огороды, славились как искусные огородники В изобилии поставлявшие в Воронеж огурцы, капусту, картофель От жителей окрестных сел малышевцы отличались зажиточностью В 1805 году в селе насчитывалось 140 дворов, где проживало 1249 душ обоего пола В середине XIX века 170 дворов и 1732 жителя В 1892 по 1893 годы в Воронежской губернии из-за неурожая разразился сильнейший голод Унесший много человеческих жизней Константину Васильевичу Федяевскому удалось собрать средства Из пожертвований состоятельных людей города на открытие бесплатных столовых в Малышево Благодаря этому никто из жителей села не умер от голода Оставшиеся средства от этого сбора Федяевский по совету своего друга Известного воронежского педагога Николая Бунакова Направил на строительство школы в Малышево, которая была построена в 1895 году Обучение в школе было бесплатным Константин Васильевич Федяевский, 1835 года рождения и умер в 1919 году Культурный и общественный деятель, доктор медицины в 1862 году Окончил медицинский факультет Московского университета Работал врачом тюремного замка, преподавал медицину в Воронежской духовной семинарии Старший врач губернской земской больницы, гласной городской думы с 1878 года Имя Федяевского присвоено второй клинической больнице, а также одной из улиц города Воронежа Сохранились известия о том, какой неприглядный вид имело село в 19 веке Люди жили грязно, в селе встречались курные избы Однажды в Малышеве побывал преосвященный Игнатий, который был поражен обилием блох Он утверждал, что блохи были даже в церкви, где насекомые его чуть не съели А вот что писал о селе Малышево земский врач Мартынов В книге «Современное положение русской деревни» в 1903 году Ряд жалких избушек с соломенными беструб крышами, дымящимися притопки Грязные хаты, переполненные грязным народом, загаженные навозом дворы Озера и колодцы Дорога, по которой вязнут лошади и экипажи Везде бедность, некультурность и неподвижность В 1900 году в селе имелось два общественных здания Земская школа, церковно-приходская школа, две винные лавки Сохранившиеся до настоящего времени здания земской школы построены Воронежским уездным земством с 1910 по 1911 годы Средства на него были осигнованы земством 5336 рублей и Министерством народного просвещения 4000 рублей Земства – выборные органы местного самоуправления в Российской империи Они были введены земской реформой 1864 года К 1914 году земства существовали в 43 губерниях Европейской России Земства были упразднены после Октябрьской революции 1917 года После Октябрьской революции здание школы продолжало использоваться для учебных целей В здании находилась семилетняя школа В годы Великой Отечественной войны село Малышево было захвачено немецко-фашистскими захватчиками 4-5 июля 1942 года Во время оккупации села в здании школы находился концлагерь На территории учебного заведения находится неустановленное захоронение неизвестного солдата Красной Армии, расстрелянного фашистами в годы оккупации села В июле 1942 года переправа через реку Дон у пригородного села Малышево была одним из стратегических пунктов в обороне города Воронеж В конце июня-начале июля 1942 года линия фронта проходила в непосредственной близости от села Оборону этого участка осуществляли воины 2-го и 3-го батальонов 498-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии Через полуразрушенный мост велась эвакуация мирного населения, раненых и разрозненных подразделений, отбившихся от своих частей 3-го июля 1942 года переправа стала подвергаться артиллерийскому обстрелу, а затем массированным бомбардировкам с воздуха Начались кровопролитные бои 4-го июля 1942 года немецкое командование вновь обрушило мощный огонь на позиции батальонов 498-го стрелкового полка Противник несколько раз выходил к Дону, но каждый раз был вынужден отступить Малышево горело Из-за ожесточенных боев два поредевших батальона 498-го полка и небольшие силы артиллеристов Не смогли сдержать наступление двух пехотных полков и трех десятков танков противника и вынуждены были оставить переправу 5-го июля 1942 года на окраине Малышева разгорелся бой Село несколько раз переходило из рук в руки Подразделения 498-го полка и 110-й танковой бригады, поддерживаемые артиллеристами и зенитчиками Два дня сдерживали наступление превосходящих сил противника, рвущегося к Воронежу по Острогорской трассе В результате их героических усилий передовые отряды немецкой армии вышли к южным окраинам города только к вечеру 6 июля 1942 года В январе 1943 года Малышево вновь стало местом ожесточенных боев В ходе операции по освобождению Воронежа в селе Малышево погибло несколько воинов сотой стрелковой дивизии Воинов, погибших при обороне Малышева в июле 1942 года, а также при освобождении села в январе 1943 года Хоронили в разрозненных могилах на территории села В 1943 году останки воинов были собраны в братскую могилу, получившую впоследствии регистрационный номер 441 Приблизительно в 1960-е годы на братской могиле поставлен памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны На надгробии, установленном на могиле, указано, что здесь покоятся останки 9 советских воинов, защитников земли Воронежской Имена, звания, годы жизни не указаны В конце 90-х, в начале 2000-х годов проведена реконструкция памятника, в ходе которой с двух сторон от обелиска расположили две памятные стены На которых укрепили мемориальные таблички с именами 428 уроженцев села Малышево, погибших в годы Великой Отечественной войны Данные о воинских подразделениях, званиях и годах жизни отсутствуют После реконструкции братская могила, помимо своей мемориальной значимости, приобрела статус символического памятника воинам села Малышево, погибшим в годы Великой Отечественной войны В 1970 году была опубликована статья, которая представляет результаты исследования клада медных монет, найденного в селе В составе клада находится 1310 медных русских монет 1730-1769 годов, различных номиналов Высказывается предположение о формировании клада в среде однодворцев, потомков служилого населения Воронежского края XVII века Результаты исследования позволяют сделать выводы о развитии денежного обращения в отдельном регионе Из архивных дел видно, что в селе Малышево в 1730 году был священник Симеон Следовательно, в селе Малышево существовала Христорождественская церковь с начала XVIII столетия Само село упоминается в актах XVII столетия В 1801 году в селе Малышево была возведена каменная церковь в честь Рождества Христова Расширение храма было выполнено в 1873 году В 1899 году при церкви была открыта церковно-приходская школа Икона Божией Матери Всехскорбящих Радость была особо почитаема на Воронежской земле Помимо общероссийского празднования этой иконы 24 октября в Воронеже и округе Празднование совершалось еще на третий день после Пасхи Сама чудотворная икона находилась в Воронеже в Богословской церкви Это была икона древнего письма и в серебряном окладе, украшенном драгоценными камнями Надо предполагать, что жители Малышево, жившие в близлежащем пригородном селе Также почитали икону и чтили этот местный обычай устраивать ее чествование на третий день Троицы В Малышеве этот день был престольным праздником и, следовательно, нерабочим днем И нарушение этой традиции в глазах людей XIX века выглядело серьезным ослушанием Современные жители Малышево хранят память об одном сильном пожаре в селе, когда практически все дома сгорели Мы предполагаем, что событие это могло произойти где-то между 1884 годом и 1911 годом Но гораздо важнее точной даты пожара его причина А причина, если полагаться на рассказы старожилов села, заключалась в следующем Однажды после праздника Троицы и следующего за ним Духого дня В день чествования иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость В свой престольный праздник жители решили отправиться на Синокос В селе почти никого не осталось, и пожар уничтожил многие дома Поняв свою ошибку и раскаившись в содеянном, Малышевцы решили поскорее закончить строительство предела В честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость Который был достроен последним, а храм приобрел современный облик В начале 1930-х годов церковь Рождества Христова в селе Малышево была закрыта Но здание осталось неразрушенным В 1991 году церковь возвратили верующим Началось постепенное возвращение храма к жизни С 1995 года в летнее время в храме начались службы Церковь находится на высоком пригорке Она видна со всех концов села Верхние ярусы, храмовые части и колокольни полностью восстановлены и отштукатурены Была выполнена внутренняя отделка здания В настоящее время в Малышево имеется средняя школа, библиотека, дом культуры, амбулатория, почтовое отделение Продолжение следует... Продолжение следует...